Добрый день, дорогие подписчики! С вами ваш юридический омбудсмен Фанис Галимзянов. И сегодня в выпуске вы узнаете о том, как быстро, выгодно и без навязанных услуг получить ипотеку в Сбербанке. Или, как сейчас принято говорить, в Сбере. Итак, начнем сначала с выгод, которые может предложить Сбербанк, в отличие от других банков. Но в любом случае на сайте, например, сравни.ру вы можете зайти и посмотреть наиболее выгодные ставки, которые сейчас действуют и представлены на рынке. Обратиться, изучить все программы. Возможно, для себя вы найдете что-то более выгодное, если вы относитесь к какой-то специальной аудитории или слою населения, для которого наше государство предусмотрело какие-то льготы. Итак, хотелось бы сначала сказать о самых выгодных программах, наверное, которые сейчас на сегодняшний момент действуют и которые могут помочь получить достаточно хорошую денежную сумму под низкий процент и, соответственно, обслуживать свой долг максимально комфортно для своей семьи на длительном промежутке времени. Итак, это программа «Молодая семья», например. Там ставка, которая утверждена постановлением правительства Российской Федерации, действует в районе 6% годовых. Например, военная ипотека 7,9% годовых. А еще, если мы говорим с вами о Сбербанке, то всегда можно получить дополнительное снижение процентной ставки, если вы примкнете к последователям одного из их сервисов, которые Сбербанк сейчас обширно скупает, покупает и присоединяет, создавая тем самым большую экосистему, которую планируется по модели, наверное, американского рынка продвигать в массы. Итак, тут очень важно подойти основательно к подготовке документов. То есть, чем более качественным заемщиком вы будете являться, тем велика вероятность того, что даже если вы не относитесь к тем программам, которые я сейчас озвучил, вы сможете получить достаточно приличный и хороший посильный процент по ипотечному кредиту. Итак, обязательно наличие справки 2НДФЛ, то есть, если еще несколько лет назад мы с вами помним, что возникали такие ситуации, что можно было, или вы слышали от знакомых, можно было обратиться куда угодно, тебе делают справку по форме банка, и банк устраивает данный документ, и он выдает кредит или ипотеку. То есть, сейчас все с этим гораздо строже. На текущий момент, в 2020 году осталось всего лишь несколько банков, и, к счастью, Сбербанк один из них, кто для выдачи ипотеки не делает запрос или не всегда делает запрос в Пенсионный фонд Российской Федерации. То есть, сейчас все банки при выдаче ипотеки, поскольку так или иначе по вот этим вот государственным программам сотрудничают с государственными органами, вынуждены проверять вот этого заемщика потенциального на предмет рисков. И поэтому те, кто не платит официально, ребята, в ваше время потихонечку сходит на нет. То есть, какой-то официальный минимум в любом случае должен выплачиваться, и, соответственно, эта сумма должна подтверждаться в справке 2НДФЛ, и плюс Пенсионный фонд России подтвердит, происходили ли перечисления в этом случае в государственную систему или нет. Но рекомендуется еще предусмотреть возможность привлечения созаемщика, тогда степень банка в выдаче вашего ипотечного кредита снижается, и, соответственно, банк может рассмотреть более комфортную для вас ставку. Вот как раз таки созаемщику уже можно использовать инструменты справки по форме банка, то есть, которые будут показывать еще дополнительный доход, который нетрудовой. Но так или иначе у созаемщика банком будет приветствоваться, и это тоже будет являться основанием, которое будет влиять на ставку. Это наличие тоже справки о доходах. Наличие справки 2НДФЛ, которые подтверждают доходы. Далее это копии трудовых книжек с указанием, что вы работаете здесь сейчас на данном месте. Если у вас есть дополнительные доходы, то копии трудовых договоров, либо договоров оказания услуг, по которым вы дополнительно получаете денежные средства. Так, то есть, подытожим. Это либо наличие специальных программ, вот я назвал на сайте Сбера, вы их можете посмотреть более подробно, но самые выгодные сейчас для молодых семей с детьми, которые родились с 2018 года, и для военнослужащих. Вернемся к вопросу номер 2. Как все-таки выгодно оформить ипотеку Сбербанке так, чтобы ставка была ниже? На примере, который мы проходили с одним из наших клиентов, мы сопровождали эту сделку. Базовые условия, то есть семья молодая с тремя детьми. Один из детей родился после 2018 года, и соответственно, они имеют право по постановлению правительства номер 1071 получить ипотеку не дороже 6%, уважаемые подписчики. Но в связи с тем, что в данном постановлении, если его внимательно изучать, существует некая ссылочка, которую тоже необходимо иметь в виду. То есть данная процентная ставка действует только на те объекты, которые вы покупаете на первоначальной строительстве, на стадии первоначального строительства, либо готовое жилье, которое уже продает непосредственно застройщик, либо вторичка, но если она продается в сельской местности и на Дальнем Востоке, то есть вот только такая вот катавасия сейчас есть. Все остальные будут брать ипотеку на общих основаниях. Вот, возвращаемся к нашей молодой семье. Трое детей, они хотят взять квартиру в новостройке, соответственно, база условия 6%. Однако Сбербанк предлагает в случае, если вы соглашаетесь застраховать свою жизнь, еще дополнительную скидку вам в размере 1% годовых на весь срок кредита. То есть уже становится процентная ставка не 6%, а 5%, что безусловно, то есть если вы берете ипотеку от 15 лет и дольше, то это очень выгодно на самом деле предложение. Ну и дополнительно, например, если поиграться с сервисами и калькуляторами на сайте банка, то есть мы еще узнали, что помимо обязательного страхования ответственности за предмет залога, который мы оставляем, то есть эта квартира, есть еще такой интересный сервис, как электронная регистрация. Правда, стоимость у него слегка завышенная, составляет 7900 рублей, на мой взгляд, весьма многовато, потому что за 8000 рублей мы с вами можем самостоятельно сходить до МФЦ, поставить необходимые штампики, передать договор и получить уже зарегистрированную квартиру. Но так или иначе, покупка данного сервиса у Сбербанка позволяет вам снизить вашу процентную ставку еще на 0,3%. Итого вы можете получить ипотеку у Сбербанка, если вы молодая семья по ставке 4,7% годовых. На мой взгляд, это весьма уникальные крутые условия, то есть мы в этом плане приближаемся уже к некоторым странам Европы. Это факт, безусловно, заслуживающий внимания. То есть, если вы молодая семья с детьми и планируете взять ипотеку на новостройку, то, прислушиваясь к этим советам, вы наверняка можете сэкономить в перерасчете на 15-20 лет примерно порядка 900 тысяч рублей. 900 тысяч рублей, ну как бы это действительно большая сумма в условиях еще, которые в нашей стране происходят с постоянно сокращающимися доходами. На мой взгляд, это очень-очень хорошее предложение. Итак, теперь все-таки подойдем к другим немаловажным вопросам. Не все так гладко, особенно в Сбербанке. Это как все-таки избежать навязанных банком услуг, чтобы вам не переплатить и не попасть на, скажем так, не очень приятные финансовые условия. Итак, первое. Сбербанк может предложить вам оформить сервис безопасных расчетов, его стоимость 3400 рублей. Сразу же говорю, то есть, если есть у вас какие-то сомнения по объекту, если он приобретается на вторичном рынке, то есть у какого-то физического продавца, в добросовестности которого вы не уверены. Наверное, этот сервис имеет смысл. То есть, в чем его суть? Подписав договор на предоставление этого сервиса, банк переводит деньги специальной компании, которая Сбербанком уже создана, на ее счет. Дальше документ отправляется на регистрацию в единый реестр. И после регистрации, когда уже подтверждено, что право, собственно, перешло, оно чистое, то есть никаких запретов, нет ограничений и так далее, банк уже перешляет деньги непосредственно продавцу. То есть, для всех все удобно. Покупатель уверен уже в том, что сделка прошла, все хорошо, никто не будет юридически оспаривать ее, ну и там не было каких-то запретов и ограничений, а продавец получает свои денежные средства. То есть, таким образом, это стоит 3400 рублей, и в принципе, сервис на самом деле полезный, но только в том случае, если вы не уверены в продавце. Если вы покупаете квартиру, например, у своих родственников, у своих друзей, где вы точно уверены, там, у того же самого застройщика, наличие этого сервиса, оно не является обязательным, оно не влияет на процентную ставку по кредиту, и это навязанная услуга, поэтому вы вправе от нее отказаться. Следующим моментом является наиболее распространенная в банках сейчас, это коробочные продукты в виде, например, услуг юристов на год по цене 4900 рублей, или налоговый консультант 3500 рублей, или сервис телемедицины, на самом деле, там, в зависимости от пакета услуг, достаточно разная стоимость бывает, все эти услуги являются дополнительно навязанными. И зачастую Сбербанк, повышая планы продаж, потому что у менеджеров Сбербанка стоят планы по продажам, заставляет убеждать клиентов банка, что они должны еще приобрести вот такие-то продукты, и тогда якобы ставка по кредиту будет вот такой, хорошей, как и мы обещали. На самом деле все эти сервисы никак не влияют на ставку по кредиту. Вы можете, и на мой взгляд, должны отказаться от этих услуг, потому что никакой полезной нагрузки на вас они не несут. В этих правилах страхования и предоставления услуг очень много исключений, поэтому никакой полезной нагрузки они вам не принесут. Соответственно, зачем соглашаться на такие условия, которые просто вытягивают деньги из вашего кошелька. Поэтому при подписании договора, вернее, еще до подписания договора, на стадии после одобрения, но до подписания, у вас обычно есть еще от одной недели до двух недель, вы вправе пересогласовать с банком обязательные условия кредита, убрать из него навязанные услуги по вот этим телемедицинам, услугам юристов, сервису безопасных расчетов. Ну и там, пожалуйста, можно же отказаться и от сервиса удаленной электронной регистрации в Росреестре. Это сэкономит вам еще 8 тысяч рублей. Но касаемо Сбербанка, это может повлиять все-таки на ставку, если мы говорим о сервисе удаленных расчетов. Прошу прощения, не удаленных расчетов, а сервисе удаленной регистрации в Росреестре. Итак, если мы все-таки еще уделим буквально полминуты времени тому, как все-таки можно сберечь ваши деньги на дополнительных, ненужных для вас на самом деле услугах, то есть существует два пути. Первое – это до сделки. Это самое, наверное, рекомендуемое правило, которое мы всегда рекомендуем клиентам, кто к нам обращается за консультацией, ну или просто нашим подписчикам. Всегда до стадии самой сделки лучше отказаться и попросить убрать вот эти ненужные дополнительные услуги, которые мы сейчас с вами разобрали. Но сотрудники банка будут прибегать к следующей уловке, которая звучит следующим образом. Тогда нам придется пересогласовывать кредит. Да, ребят, согласуйте, пожалуйста. То есть в этом нет ничего страшного. Если мы откроем гражданский кодекс, там указано наличие выдачи кредита никак не может быть привязано и завязано на условиях приобретения дополнительных услуг. Ну то есть вот эти услуги являются дополнительными. По договору ипотеки необходимыми и обязательными условиями является только страхование объекта недвижимости и залог этой недвижимости. Все остальное это дополнительные услуги. Вы вправе от них отказаться. Если банк отказывает вам по этому основанию, что вы отказались от дополнительных услуг в кредите, это повод написать жалобу в Центральный банк Российской Федерации. Они обязательно отреагируют на такое сообщение. И, соответственно, судиться с самим банком. На самом деле, если там условия для вас подходящие, они будут доказывать, по какой причине они не выдали вам данный ипотечный кредит. Ну и второй способ это отказаться в период, так называемый, период охлаждения. То есть это 14 дней для некоторых продуктов, а для страховых продуктов это сейчас, 1 сентября 2020 года, 30 календарных дней. То есть вы пишете заявление в страховую компанию, например, либо в компанию, с которой заключен договор на вот эти дополнительные услуги, а также дублируете это заявление непосредственно в Сбербанк. На двух носителях вы все это делаете. Один носитель передается непосредственно в банк, а второй носитель с отметкой о том, что у вас это принято, вы оставляете у себя как доказательную базу. Предоставляете реквизиты для перечисления денег в средств, и, соответственно, в указанный период времени вы получаете эти деньги. Итак, надеемся, что это видео было вам полезным. Не забывайте подписываться, ставить лайки, шерить это видео, задавать вопросы, делиться своим мнением. Продолжение следует...